спасибо вам большое спасибо врачи санитарные доктора уважаемые коллеги и сначала я бы хотел поблагодарить вас за то что вы нам дали возможность принять участие в этом прекрасном мероприятии и очень многое здесь было сказано но я бы хотел сказать о том что есть населения которые в общем-то мы очень часто игнорируем и это очень большой вызов для всех и работы более чем в 70 странах это страны где люди переживают кризис где ограниченные возможности доступа к ресурсам каждый день вот представьте что надо каким-то образом найти ответственный подход к реагированию на колик 19 а можно поправить звук у выступающего потому что пропал звук можно инженеров попросить сделать нормальный звук можно попросить инженеров наладить звук для переводчиков потому что невозможно переводить до вызов с тем что еще у нас было 20 тысяч пациентов с туберкулезом 180 тысяч другими болезнями предоставляем и обеспечиваем больницам каждый год поэтому мы действительно пытаемся найти новые подходы к нашей работе для того чтобы проводить и теле консультации удаленные для того чтобы люди могли дома лечиться и так далее опять же вот эти вот теле консультации это не просто уникальные подходы но они позволяют нам сделать так чтобы больницы не были совсем перезаполнены мы проводим различные виды деятельности по спасению жизни это люди с раз с различными заболеваниями травмами и так далее мы работаем с министерствами здравоохранения в странах помогаем им реагировать на ковид-19 и очень часто с оперативной точки зрения мы передаем наши экспертные знания в области публичного здравоохранения и задача заключается в том чтобы не были перезагружены различные объекты как больницы объекты здравоохранения и так далее для того чтобы люди получали необходимое лечение и мы сосредоточены на мерах предотвращения заболевания мы выполняем жестко все протоколы которые установлены для того чтобы обеспечить такую ситуацию при которой можно было бы вылечивать пациента к видом 19 не отвергая риску других есть специальные изоляционные палаты и мы также посещаем заболевших дома мы работаем в испании в бельгии и даже вот в одной стране мы работали в доме престарелых это была такая задача не из легких и мы видим что в некоторых странах бывает где-то 4 тысячи заболевших в неделю в день извините и 500 человек умирают но вот мы предоставляли там аппараты искусственные и вентиляции легких но мы также сосредоточены на уязвимых слоях населения это и мигранты и беженцы перемещены перемещенные граждане и так далее вот мы работаем и во франции и в сша где например мигранты не всегда получают помощь но от балк балк бангладеш например в одном из самых крупных регионов заболеваемость была очень высокий и нам пришлось медицинские объекты и ввести туда открывать там специальные центры для того чтобы лечить людей от к вида 19 вот вся вот эта работа идет таким образом что наверное я все примеры не буду сейчас приводить но я просто хотел подчеркнуть что врачи без границ как организация помогает странам министерством здравоохранения и в общем то тем не менее бремя лечение бремя работы лежит все-таки на местных органах власти на министерство здравоохранения мы работаем вместе с медиками и у нас есть определенная заботчинность среди врачей без границ по по поводу вот этого распространения болезни я сказал бы это в одном слове это солидарность мы пытаемся мобилизировать наши силы перед лицом к вид 19 правительстве разные организации делают вклад в борьбу но тем не менее мы создали свой фон который дает возможность закупать вакцины заранее в смысле научных исследований разработок мы тоже работаем и мы приветствуем глобальную политическую волю координировать наши общие действия давать людям доступ к медицинским препаратам и я думаю что для того чтобы контролировать или поставить под контроль эпидемию к вид 19 нужны глобальные действия нам надо объединиться как многие выступающие уже говорили для меня и помимо того чтобы защитить свое население правительством следует объединиться на глобальном уровне для того чтобы действовать именно в мировых масштабах но помимо этого нас беспокоит то что есть национальные стратегии которые направлены вовнутрь страны забывая про глобальный подход а без этого глобального подхода без глобального реагирования я не думаю что мы действенно сможем бороться с а к видом 19 гарантировать победу себе в этом и в нашей организации врачи без границ мы должны рассматривать эти задачи как общие это общие наши задачи все страны должны объединиться для того чтобы заниматься не эксклюзивным лицензированием использовать ноу-хау технологии регулирующие возможности и так далее для того чтобы обеспечить вакцину и доступ к ней мы должны работать с корпорациями мы должны работать с ними кто работает в неокре научных исследованиях мы должны рассматривать процесс лицензирования выдачу патентов и так далее когда вакцина будет успешно уже принято когда она пройдет процесс одобрения надо все-таки предоставить эту вакцину будет и людям которые являются беженцами маргинализованными слоями переселенными перемещенными людьми и так далее вот вакцина сейчас разрабатывается поэтому мы хотим еще раз подчеркнуть что есть необходимость в ответственности чтобы одобрение вакцины произошло когда мы точно докажем что она безопасно и мы таким образом сможем побороть эту пандемию в долгосрочной перспективе и час все группы вот и такие как наша тоже должны смотреть каким образом идет тестирование как идет эксперты экспериментальное лечение вот как это было у нас с и было и в свое время разрабатывали разные инструменты и еще одно последствия этой пандемии в общем то это то что мы не всегда видим но я хотел сказать негативных эффектах но вы помните что у нас были целые кампании вакцинации против кори например против других болезней и так далее были и другие кризисы которые в общем то сейчас затмел кризис который связан с ковидом 19 но другие то болезни никуда не ушли от нас и в заключение я хотел сказать что последние месяцы мы научились очень многому очень многое увидели мы изменили нашу медицинскую практику и я думаю что нам надо и дальше это делать потому что эта болезнь ничего не ушла от нас поэтому мы будем мы обращаемся ко всем странам где будут вакцины посмотреть на на глобальное население я думаю что должны подписываться соглашение о закупке вакцин заранее ну опять же вы наверно помните что мы оспу побороли и официально заявили об этом потому что мы глобально объединили свои действия и победа над оспой показывает нам чего можно добиться когда мир когда научное сообщество объединяет свои действия я думаю что здесь мы должны такие же действия предпринять я хочу поблагодарить вас за то что вы меня пригласили и возвращаю вам слово господин председатель спасибо большое